Снайперы Великой Отечественной войны Аббасов Магомед Алиис Матович, советский азербайджанский военнослужащий, сержант 2-го отдельного стрелкового батальона 63-й Киркеневской красноземной бригады морской пехоты Северного флота. В годы Великой Отечественной войны Снайпер, на счету которого, согласно наградным листам, было 199 убитых немецких военнослужащих. Биография Магомед Али Аббасов родился в 1920 году в городе Барда Азербайджанской ССР. По Лябран Бординского района служба в РКК. С 1940 года в рядах РКК отправился служить в полярный город, где был расположен пункт базирования Северного флота. Весной 1941 года на медали Аббасов принял присягу. Однако уже в июне началась война с Германией. На 1 ноября 1943 года снайпер Аббасов уничтожил уже 153 солдата и офицера противника. Всего же с 15 сентября 1943 по 27 декабря 1943 года Аббасов уничтожил 26 немцев. Пленный немецкий офицер во время допроса заявил, что вести о снайпере Аббасове дошли до немецкого генерала Диттля, который получил восьмерым опытным солдатам убить или взять в плен Аббасова. За голову Аббасова, по словам пленного, немецкое командование обещало орден Крест 1 степени. Однажды за один день со расстояния 100 метров Аббасову удалось убить семерых немецких егерей, среди которых был и офицер. Чтобы себя не обнаружить, Аббасов сменял позицию по снегу от укрытия по скалам и уничтожал немцев по одному с последнего, пока не снял самого первого. 9 декабря 1943 года по ней сетиве Аббасова была смонтирована торпеда и при его руководстве и непосредственном участии на лыжах спущены на вражеский четырехамбразурный ДОТ. В результате ДОТ был взрывом вместе с его командой. Аббасов, Бала Аглан, Мерзага Аглы, фото в единственном экземпляре, советский снайпер, участник Великой Отечественной войны и старший сержант, был одним из инициаторов снайперского движения на Сталинградском фронте. Подготовленные Аббасовым снайперы за 40 дней боёв уничтожили 615 солдат и офицеров. Сам лично Аббасов уничтожил 106 солдат вермахта. Биография. Родился в 1919 году в Азербайджане. В 1940 году пошёл служить в Красную армию. После начала Великой Отечественной войны сражался на Западном фронте. В марте 1942 года стал командиром первого взвода первой стрелковой роты 888-го стрелкового полка 298-й стрелковой дивизии Донского фронта. Отражая немецкую танковую атаку, уничтожил 25 солдат, за что получил медаль за отвагу. 19 ноября 1942 года заменил погибшего командира взвода и вступил вместе со своим подразделением в рукопашный бой с нацистами, выбил их с занимаемых позиций. 23 ноября 1942 года погиб в бою в Гордищинском районе Сталинкратской области. Был посмертно награждён Орденом Красного Знамени. Абдулов Иван Филиппович. Деревна Шумиха. Кузнецкий уезд Новониколаевская губерния. Герой Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Снайпер. Биография. Родился в 1922 году в крестьянской семье в деревне Шумиха. Русский. Окончил начальную школу. Работал в колхозе трактордистом. Кандидат в члены ВКПБ в Красной Армии с декабря 1941 года. В 1942 году на флоте. Снайпер 849-го стрелкового полка. 303-я стрелковая дивизия. 3-я танковая армия Вооруженческий фронт. Ефрейтор. Иван Абдулов в оборонительных боях истребил 298 гитлеровцев, в том числе 5 снайперов и 11 офицеров. Обучил снайперскому делу 27 человек. 11 марта 1943 года в районе города Люботин Хартикевской области попал в окружение. Отважный снайпер заменил раненого командира. Противотанками и гранатами подбил два танка. Пал смертью храбрых в этом же бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР на 26 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте по борьбе с немецкими захватчиками и проявление при этом мужества и геройства. Ефрейтору Абдулову Иван Филипповичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в Братской могиле в Центральном парке города Люботин. Награды. Золотая звезда. Герой Советского Союза. Орден Ленина. Орден Красной Звезды. Абдебеков Толио Галлия Насарханович. Сентябрь 1916 года. Военный снайпер 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Старший сержант. Снайпер Великой Отечественной войны. Уничтоживший 397 врагов. Биография. Родился в 1916 году. На территории Жарминского района. Восточно-Казахской области Казахстана. Казах. Занимался охотовой. Его охотничьи трофеи поражали бывалых охотников и аксакалов. В мае 1942 года. С группой новобранцев. Прибыл на Калининский фронт. Стал снайпером. В кратком отчете о военных действиях 8-й гвардейской стрелковой дивизии за 1942 год. Отмечалось, что ко второму следу снайперов дивизии в декабре 1942 года старшим сержантом Абдебековым было истреблено уже 219 фашистов. Всего до своей гибели было уничтожено 397 фашистов. Последний бой. 22 февраля 1944 года состоялась последняя дуэль Абдебекова с немецким снайпером. Абдебекову не здороваясь, так как он был простужен и в какой-то момент немецкий снайпер определил это и выстрелил первым. Абдебеков был тяжело ранен в шею, но ответным выстрелом убил наповал немецкого снайпера. Это был последний уничтоженный враг. 23 февраля Абдебеков умер от полученного ранения в 6-м медицинском санитарном батальоне и был похоронен рядом с погибшим другом Григорием Постокольниковым. Память на могиле погибшего героя-снайпера винтовка 2916 была вручена одному из лучших учеников Тулио Галли, молодому снайперу, в ардере-рыдовому Аширале Османлиеву, который дал клятву продолжить боевой счет друга. В настоящее время снайперская винтовка находится в экспозиции Центрального государственного музея Республики Казахстан.